Протестируем нашу схему Запущу процесс по уже существующей нашей заявке У нас заявка пришла к руководителю Все, заявка одобрена То есть у нас сумма была 15 тысяч Да, не больше Бизнес-процесс завершен Давайте попробуем другую сумму Протест пришел к руководителю Одобрим И теперь пошел на оттверждение к бухгалтеру Потому что сумма у нас больше чем 15 тысяч Роль бухгалтера сегодня исполняю я Давайте посмотрим У нас пришло задание Также могу к нему приступить Либо отклонить, либо одобрить Давайте утвердим Заявка одобрена Посмотрим влог, что у нас там получилось В табличке у нас видны запущенные бизнес-процессы Последняя будет та, которую мы запускали И последний раз Видно, что бизнес-процесс прошел по Нужной нам цепочке Что у нас есть И записи, которые делали мы сами в отчет И те, которые делали действия Что у нас видно, что цепочка прошла Так, в которой бухгалтер заявку утверждал Что она в итоге одобрена Все сработало правильно Еще расскажу, что этот лог очень удобно Использует для целей Не только информирования Пользователей Сотрудников компании Которые могут посмотреть журнал Понять, что, допустим, происходило Кто согласовывал Но и для разработчика Давайте я продемонстрирую Например, мы ошиблись в настройке Да, я указал здесь не поле Сумма Промахнулся Указал какой-нибудь ID-шник Сохранил Запустим еще раз бизнес-процесс Одобрим Мы видим, что заявка сразу одобрена Хотя по логике нашего бизнес-процесса Если сумма больше 20 тысяч Должен был бы этап Быть у согласования у бухгалтера Но его не было Да, и можно посмотреть лог И таким образом сориентироваться По какой цепочке у нас на самом деле Пошел бизнес-процесс А в логе что мы видим Что Запись в отчет была Сумма меньше 15 тысяч Допустим бухгалтера не требуется Не очень соответствует тому Что мы ожидали Посмотрим еще раз На сам наш бизнес-процесс Данную строчку В отчет мы пишем Да Здесь Значит, что у нас Вот это условие Не отработало так, как нужно Да, открываем его Да, и видим, что О, у нас здесь ошибка Стоит ID элемент Хотя на самом деле Должна быть Сумма Да Таким образом Делайте записи в отчет Во всех удобных вам Местах Или неудобных Но Которые вам позволят Сориентироваться Даже на этапе Допустим Разработки Да, если потом они будут Не нужны Их можно поубирать Ну, это очень хороший Способ ориентироваться На что у нас происходит Внутри бизнес-процесса Сориентироваться